В закрытии лагеря приняли участие глава Сочи Анатолий Пахомов и принц Иордании Фейсал Аль-Хусейн, основатель программы «Наследие сегодня», в рамках которой и проходит сочинский лагерь «Поколение за мир». Его Королевское высочество назвал сотрудничество с Оркомитетом Сочи 2014 и администрацией Сочи инновационным. Движение «Поколение за мир» – единственная организация, продвигающая спорт как инструмент мира и официально признана Международным Олимпийским комитетом. За восемь дней участники проекта получили необходимые знания для того, чтобы объединять людей, ломать стереотипы, укреплять взаимопонимание и доверие, пропагандировать мирное сосуществование. Я благодарю команду мэра Сочи, президента Олимпийского Оркомитета, а также заместителя председателя правительства России Дмитрия Казака за поддержку. Наши делегаты готовы к миротворчеству и к практическим действиям у себя на родине, к активному продвижению идеи толерантности. «Поколение за мир» – это долгосрочный проект с Олимпийской столицей. Решать и анализировать конфликтные ситуации волонтеров-делегатов обучали через динамичные спортивные игры, творческие проекты. Спорт в лагере использовали как исходную точку для привлечения молодежи, а тщательно продуманные игры были средством для их обучения. Партнерство с движением «Поколение за мир» отметил глава Сочи, и внесло свой вклад в постолимпийское наследие. За последние 7 лет «Поколение за мир» подготовило более 8 тысяч лидеров-волонтеров. Это большой успех. При вашей поддержке во многих странах реализуют программу по урегулированию конфликтов и уменьшению насилия. Я считаю, что это очень достойный результат, которым можно гордиться. Спасибо вам большое, господин Принц. А то, что лагерь проходил во время проведения паралимпийских игр, позволило делегатам познакомиться с ценностями паралимпийского движения, которые, как признали сами молодежные лидеры, вдохновили их на дальнейшую волонтерскую деятельность. Все увидели в наших гостеприимствах нашу доброту и увидели, как мы любим вас, как мы вас ждем. И поэтому приезжайте в Сочи. Уверен в том, что сейчас вы едете домой, приглашаете друзей, знакомыми и приезжайте к нам в Сочи. Здесь вам еще больше понравится. Для 71-го молодежного лидера из Боснии и Герцеговины, Македонии, Грузии, Иордании, Сербии, России, Туркменистана интенсивный тренинг по миротворческим инициативам завершен. Но по возвращении домой делегатов продолжат поддерживать в реализации их программ по защите прав и гражданских интересов, цель которых – решение местных проблем, связанных с конфликтами и насилием. Инга Габейшия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФПТ».